друзья всем привет меня зовут аня я рада видеть вас на своем канале вязание при монтаже этого видео я поняла что я не записала вводную часть и сел ее записывать и потом села это монтировать и поняла что у меня не было звука еще на других частях не было звука короче с этим видео у меня были такие небольшие проблемки но ничего я перезаписываю еще раз поэтому снова здрасте в общем это видео про пряжу который мне прислала outlet волрайт пряжа называется land lust надеюсь правильно произношу от лана гросса до стопроцентный мериноса и давайте сразу сейчас посмотрим что как у меня было в работе с этой пряжей и уже в конце видео я снова к вам вернусь и кое-что да расскажу в догон к тому что вы увидите и так я начала вязать но как начала уже давно я вижу детский комбинезон в описании анастасии крес светбери называется и это у меня две получается штанины и здесь я взяла на спицах два с половиной основное полотно три с половиной несмотря на то что вообще в принципе для этой пряжи рекомендуют пятерку но поскольку это цепочка я прекрасно представляю и в пятерке пятеркой но при такой нормальной плотности на вязание полотно на пятерке тоже будет на мой взгляд неплохо смотреться но я еще если будет у меня возможность и желание я свяжу брать еще на пятерке потому что мне интересно как она будет смотреться вот значит по впечатлениям во первых я говорила в предыдущем видео где показывала всю пряжу из магазина атлета выбрать я показывала рассказывала точнее что я буду вязать на спицах чагу вот они меня потому что эта цепочка и потому что я боялась что будет цепляться цвет на цепляется ну это ожидаемо было я все равно попробовала вот вторую штанину вязать на хай хай это у меня шарп серия то есть остренькая и в принципе не настолько конечно цепляется чтобы отказать себе в удовольствии вязать именно шарпиками вот этими поэтому одну я связала штанину хай хайами а вторую вот вижу вот этих пор на шар поход хай хай значит что касается вообще впечатление от вязания поскольку это цепочка она естественно вот эти так вот пружинит очень сильно и скажу я вам ощущение вот при вязании она тоже вот такое пружинистые такое ощущение что я вижу из чего-то очень резинового такого резинового не в смысле по тактильным ощущениям резиновая в плане тянущие сюда но в самом полотне еще до стирки естественно такого ощущения уже нет даже несмотря на то что пряжа довольно упругая но это меринос в принципе от мериноса это ожидаемо нет любого конечно ожидаемо видите очень хорошо держит резиночку это у меня еще раз повторюсь спицы два с половиной но я честно говоря здесь очень сильно не затягивала и вот здесь вот можно даже увидеть что не шибко отличаются они по плотности до 10 из половины здесь два с половиной в общем здесь даже два с половиной лицевые некоторые больше смотрятся и выглядит больше чем в лицевой глади внутри с половиной вот и еще такой момент при вязании образца это было видно больше потому что там были прямые обратные ряды здесь круговые это меньше но все равно и то есть а я говорю о рядности и петли немножечко такие кривенькие вот это у меня уже постиранный образец и ну часто особо не видно мне кажется но вот на изнанке будет видно точно особенно если растянуть вот видите вот этот рядочек вот этот рядочек это я забывала следить за натяжением нити у меня получилось рядность до стирки конечно это было больше видно после стирки вообще хотя я на стирку особо не уповая никогда после стирки все вот так вот разровнялась это на самом деле особенность таких вот шнурковых цепочковых видов пряжи да когда он заполняется пространство если нити она дано вот в полотне и еще ниточка очень сильно раз ну как сильно насколько она может в мяреносе распушиться она распушилась и я вам попробую это показать ну насколько я вижу не очень это хорошо конечно видно но есть просто суть в том что ниточка до стирки она особо не пушистая ну цепочка и цепочка да вот она даже видно да что она такая более структурно нежели вот само полотно полотно вот становится кстати настолько таким ровным что и вот пушистеньким что особо даже и так вот если подальше держать но хотя у меня камера вроде не плохо справляется со съемкой но вот так нет такого ощущения да что видны вот как-то петли прям такое ощущение что это но не тканая конечно полотно но не с первого взгляда очевидно что она связана вот и такой интересный эффект не могу сказать что он мне нравится или не нравится not просто такого такая особенность о этой ниточки интересно вот так еще вот что хотела сказать значит мне здесь в эти на этикетке очень заинтересовала одна надпись один параметр что пряжа не подвержена сваливание мне прям очень хочется не связать образец еще вот на пятерке и вот этот образец и образец на пятерке попробовать постирать машины на каком-нибудь жестком режиме вот интересно что получится точнее наверное сначала на режиме шерсть чтобы посмотреть как будет режиме шерсть себя вести в машинке а потом уже на каком-нибудь но не хлопкина может быть нам быстро какой-нибудь стирки ну просто интересно было бы вот значит то что ну вот и все по сути я пойду дальше взять потому что это уже несколько дней как у меня лежит без продвижений нет сейчас прямо такого большого количества времени на вязание слушайте это был вообще epic fail потому что у меня что-то случилось с микрофоном не знаю вообще что потому что вроде как я включала но в общем звука нет на этой части дорожки причем не только на это видимо что-то реально с микрофоном значит здесь я показываю в этом кусочки что я довязала комбез вот и мне осталось спрятать кончики и вот это место видите здесь кончик получается прямо посередине полотна поскольку нить эта цепочка я с помощью иголки продевала один кончик в другой и в общем у меня вот так это все выглядит в полотне то есть не надо заправлять никакие концы я здесь просто аккуратненько обрежу вот эти два кончика нити и все все будет очень симпатично и хорошо вот и помимо вот этого у меня остается очень много кончиков на то чтобы заправить большую часть из них я заправлю в манжеты потому что не в манжеты точнее а вот в эту планку в планку потому что она у меня полая и вот эти кончики очень хорошо туда спрячутся особенно вот здесь вот наверху потому что их смотрите как много и кстати на манжетах тоже очень много потому что я там соединяла несколько от нескольких клубочков нитки вот подрезы у меня по четыре петли с каждой стороны их просто трикотажным швом я сошью очень просто это все кстати трикотажный шов я люблю больше чем заправлять кончики кончики заправлять просто ненавижу значит осталось у меня получается кончики подрезы и вшить молнию молния у меня нет и в общем не знаю где и искать сейчас но в общем ладно это другой вопрос и получается осталось у меня сделать подрезы убрать все кончики и постирать значит стирать я буду вручную первый раз и буду сушить на горизонтальной поверхности и в ну на полотенчики естественно у меня здесь ушло почти чуть больше в общем четырех мотков вот это вот получается пятый и я наверное пущу все-таки на взрослую шапку мне это вряд ли хватит опущу скорее всего на какую-нибудь детскую но это уже не в этой серии это как-нибудь в другой раз а потому что принципе пряжа нежная и для шапки тоже очень 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 хорошо будет чем будет неплохо вот все получается начинается стирка и дальше в следующем включении покажу что как но я как и говорила довязала образец вот это тот который меня был связан на трех с половиной очень классно такой ровный общий супер мне прям очень нравится а вот и этот образец я связала только что довязала нам пятерки и честно говоря через камеру полотно смотрится ровнее чем на самом деле она чутка кривовато я еще не стирала вот сейчас пойду постираю все это пусть на завтра высохнет я вам сниму покажу как это выглядит уже постиранным сравнивать эти два образца и уже буду экспериментировать с валянием попробую на каком-нибудь быстром режиме это свалять но два образца не страшно если они канут в лету что ну вот это такое ровно и вообще очень круто смотрится и цвет красивый несмотря на то что сейчас такой глубокий вечер сейчас 10 часов вечера и плохой свет ну хотя как относительно плохой в питере же белые ночи но очень круто передается и очень хорошо смотрится короче я довольна честно говоря этой пряжи образец высох и стал гораздо ровнее хотя на самом деле что за мне кажется не особо видно было что он был такой кривоватый и вот это у меня вот здесь прям видно так немножко это мне как раз место где я соединяла одну ниточку с другой у меня на здесь тоже в образце пока вязала закончилась одна я довязывала дальше уже соединила у другой в принципе видите в полотне не особо заметно хотя честно говоря не очень аккуратно даже пробовал это сделать в общем вот он образец это образец на пятерки уже постиранные высохший уже постиранные высохшие а вот образец который я вязала на трех с половиной и для наглядности чтобы вам было было видно это вот к вопросу о номере спиц там какой номер спиц нужно там для такой-то пряжи это все настолько настолько индивидуально потому что я вот эту плотность выбирала специально для комбеза чтобы он был плотненький такую же плотность можно спокойно брать на шапки на варежки да а уже вот такую плотность на спокойно на свитера на шарф и вот на что-то такое что не требует плотного вязания и значит смотрите видите такую большую разницу до между ними если вы так вот положить этот образец то он практически в два раза больше и это одинаковое количество петель вот и одинаковое количество рядов и смотрите какая прям разница огромная реально огромная разница вот значит смотрите у меня ушло почти чуть больше общем 4 мотков чуть больше 200 грамм на комбез на его попозже покажу и поскольку такое плотное вязание да получилось но немало так сказать на комбезик вот она изделия ну я бы конечно вязала порохлее конечно на мой размер не хватило бы 5 мотков то это 250 грамм на мой размер нужно было точно брать две упаковки вряд ли ушли бы все 500 но может быть там сколько на 350 400 да примерно мне кажется вот но поскольку в атлетии в райд по упаковку упаковками это все продается то общем две упаковки но в любом случае останется найти ничего страшного я вот что мне осталось я из этого скорее всего свяжу какой-нибудь шапку как и говорила вот но пока не знаю какую и в общем пусть лежит пока есть не просит кстати верну пожалуй этикеточку которая мне так нравится симпатичная и что мне сейчас остается сделать как я и говорила я хочу постирать машинки вот эти два образца и посмотреть как они себя поведут потому что вроде когда не должно это все за заваливаться причем я буду стирать на обычном режиме не на режиме шерсти в общем посмотрим что из этого эксперимента получится так друзья что я вам могу сказать ну в общем пряжа это все-таки может быть свалено я благополучно это все сделала и вот смотрите у меня два образца которые были практически в два раза один-два раза больше другого они стали практически одинаковыми и вот это образец который был поменьше до которого побольше сваляла я их при стирке на интенсивной интенсивном режиме даже не могу понять где здесь лицевая где изнаночная в общем на интенсивном режиме 60 градусов короче вот у меня получился валенок и конечно же в рекомендациях вот здесь вот указано что 30 градусов максимальная температура но в общем я решила же все по жести в общем по жести не надо даже несмотря на то что написано что она не сваливается но видите как свалял что в принципе логично то что я думала как же это так она не сваливается короче если будете стирать машинки используйте вот эти вот рекомендации не делайте как я вот но опять же конечно же если вам нужно свалять если вам например нужно получить вот такое полотно откуда я знаю может быть вы валенки хотите сделать из с помощью этой пряжи то вот пожалуйста но очень очень даже хорошо сваливается кстати еще можно этот эффект использовать для того чтобы не закиньте супер плотные шапки там ну это именно из плотного образца у меня получилось получше кстати из плотного я имею до который был связан на трех с половиной что вот этот это чисто валенок который на пятерки который на пятерки был связан это прям вообще валенок валенок абсолютный а тут который на трех с половиной но еще как более или менее то есть полотно не такое жестко она более-менее пластичная то есть еще куда-то можно это все применить но конечно область применения очень 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 маленькая но в общем вот так вот что у меня получилось из этого эксперимента на общем прикольно было смотреть как у меня все это из стиральной машины достается вот в таком виде вот короче вот так а что же у меня с комбезом спросите вы комбез готов постиран высушен единственное вот как видите здесь не хватает молнии но у меня сейчас нет возможности к сожалению молнию то купить вот поэтому она пока это все остается без молнии вот здесь вот на ножке начинается она фокус на ножке начинается видите и получается идет 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 до самого верха слушайте я очень довольна на самом деле пряжи очень довольна что выбрала именно эту плотность для этой пряжи в этом изделии как уже говорила для плечевого изделия бы все-таки брала конечно же спицы больше для плечевого смысле взрослого изделия да это что же почему но для комбеза это же все-таки такое возможно иногда верхнее изделие до верхняя одежда поэтому здесь плотное полотно должно было быть вот все кончики очень хорошо спрятались это в том числе благодаря этим планочкам куда я спрятала большую половину по моему если не ошибаюсь так еще планочки вот на рукавах на естественно на этих так на штанинах у спите забыла слова и везде вот эти вот планки они у меня как раз стали спасительными вот но готово это изделие с молнией я вам покажу уже в одном из видео из серии больших выпусков а пока вот так но короче я очень довольна мне очень нравится что получилось и и полотно такое классное и полотно такое классно видите переливающиеся этими цветами разными честно говоря не знаю все ли цвета на этой пряжи такие вот сложные в плане несколько цветов в одном по моему не все но вот этот оказался очень очень интересным вот так что могу на самом деле эту пряжу спокойно рекомендовать и даже несмотря на то что она мне досталась как экземпляр для обзора я вообще ни разу не разочарована и вот эту моточек оставшийся тоже обязательно использую но на взрослую шапку тут конечно уже не очень-то хватает может быть это будет шапка к вот этому ну что какие можно сделать выводы из всего того что вы сейчас увидели ну во первых самое главное несмотря на то что там где написано все равно думать головой и не стирается шерсть в 60 градусов но в общем зато эксперимента вот такой вот получился у меня забавные вот эти вот образцы такие сваленные тоже смешные получились вот второй вывод это вывод наверное больше все таки мой для меня самой я неплохо выбираю пряжу по интернету никогда ее не трогая потому что это уже не первая пряжа которая мне понравилась именно которую я выбрала общем на обзоры практически да не знаете наверно не практически все пряжи просто я не все попробовал вот но все пряжи которые попробовала которым не высылали когда-то на обзоры да из магазинов во все они классные вот значит еще что еще какой один вывод видите здесь так и не появилась молния значит я была в магазине который который точно я знаю что точно продавал молнии но этот магазин закрылся вот не выдержав вот эту самую изоляцию и это очень печально я вообще конечно не обсуждал эту тему на своем канале практически там что-то там отдаленно как-то касалось в инстаграме тоже так чуть-чуть но конечно экономику убита напрочь это все очень грустно очень печально и многие магазины вот тот магазин был около моей работы многие магазина около работы я просто так отыду и не узнаю некоторые улицы потому что все равно взгляд привыкает там этот магазин здесь и тот здесь я смотрю вообще очень многие магазины закрылись это действительно грустно и грустно что вот этот магазин тоже закрылся это был магазин из сети искусница где мне теперь искать где мне теперь искать молнию я не очень представляю но ладно это как бы не такая прям беда значит я еще догонку скажу что тогда я стирала вручную да это я стирала уже в машинке на режиме шерсть на нормальном все хорошо и при 30 градусах у меня там автоматически режиме шерсть 40 стоит но я думаю ладно не буду изобретать велосипед короче что мне еще очень очень понравилось пряжа вообще не растягивается как некоторые мере нос в соплю не превращается даже тот образец который на пятерке вязала он соплю не превратился но этот который плотненький тем более и после этого машинного машины после этой стирки полотно стало еще пушистей еще нежнее и несмотря на то что три с половиной полотно все равно пластичная и эластичной очень 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 мне нравится короче честно вот я по моему в одном из кусочков говорила но повторюсь пряжа достойная очень прям мне понравилось мне кажется что ее смело можно рекомендовать вот но опять же да не забывайте для кого это важно повторюсь это пряжа мне пришла от аутлета волрайта на обзор поэтому если для вас то важно вот еще раз повторяя собственно это все я короче мне так мне нравится вот такую-то пряжу но можно так сказать тестировать да у меня еще получается от волрайта есть еще одна пряжа это насочная соя соя софт по-моему называется насочный состав там с вискозой еще мне очень интересно связать и из нее но из нее хочу мужские носки и сколько займет вязание мужских носков я не знаю надо кстати начать да я думаю поскорее начать в общем спасибо большое за просмотр я надеюсь что вам видео это было полезно и в комментариях можете оставлять свои какие-то впечатления от работы с этой пряжей алибас кстати с пряжей соя софт вот знаю кстати что промокодом успели воспользоваться некоторые мои зрители промокодом на скидку да я вам в одних из предыдущих видео рассказывал о том что была скидка на 10 июля вот знаю что успели воспользоваться мне очень приятно за спасибо большое за доверие мне очень приятно что вот вы мне так доверяете то что я не знаю я люблю вот смотреть когда что-то там рассказывают открывают какие-то новые магазины новые виды пряжи для меня поэтому мне кажется именно для этого вот такое сотрудничество блогера с магазином и существует поэтому вот все теперь точно прощаюсь сажусь быстренько монтировать это видео и надеюсь но сегодня завтра выйдет завтра как раз 20 июля попробую выложить его завтра все пока